Беларусь Президент Беларуси Александр Лукашенко С глубоким смутком и болем Республицы Беларуси Усприняли поведомления о пожаре У Гадлевым центре у Кемерове Что привел до человечих ахвяр Средо яких шмат дятей Гэта великая гора не только для родных и близких Але и для всей России Мы широко переживаем семьям загинавших И жадаем худшайшего выздоровления потерпелым Говорится у спочуванья на керованном У адресу Владимира Путина Почути смутку и спагады Переполняют сердце беларусов У гэты тяжкий момент мы побач Паунастю поделяем страшная гора Подкреслив беларуский лидер Президент Беларуси Александр Лукашенко Даручил Министерству по надзвычайных ситуациях Провести проверку усих гандлевых центров Беларуси У Гомельской области гэта работа распочалась сёння В нашем регионе наличивается 27 подобных объектов Почас позаплановых проверок Супрацовники областного управления МНС Будут не только выявлять причины Якие могут привести до надзвычайной ситуации Але и оценивать функционование систем безопасности Пожаротушение и оповершение А так само шляхи эвакуации Особливая увага подрыхтованности персоналу До денью подчас пожаров Завершить проверку необходимо до 30-го соковика Параллельно супрацовники МНС Будут проверять и иншие места массового отпочинку Нами принято решение провести все обследования Мониторинги объектов Где граждане могут развлекаться Это развлекательные ночные клубы, дискотеки То есть акцент на то Насколько сегодня пути эвакуации И соблюдение всех проектных решений По которым данные объекты строились Соблюдаются Если будут выявляться соответственно Такие нарушения, которые влияют на безопасность Жизнедействия, нахождение там наших граждан То меры будут с нашей страны приниматься жесткими Помощник президента Республики Беларусь Инспектор Пагомельской области Юрий Шулейко Завтра проведет прямую телефонную линию И прием граждан у городским поселку Карма Промая линия пройдет с 10 до 11 годин По номеру телефона 2-11-20 Затым до 13 годин протягнется прием граждан По особистых питаниях И он будет проходить в будинку Кармянского районного выполненного комитета По передней запись по номерах телефона у Карме 2-12-10 и 2-12-30 Паромная переправа, якая звяжа два береги Припяти У Житковицким районе Отправилась из Пинска до места призначения Судно, якой буксируется теплоходом За кваторой судна ремонтного завода Вышла на передней у день Плануется, что у шляху яно будет знаходиться Прикладно трое суток За один рейс парома трапить на инши береграки Змогуть до 50 пассажиров А так само 5 фур и 25 легковых авто Тым часом понтонная переправа Прас в Припять Знову разведена за крыгоходу Автомобили накеровываются у объезд А людей прозраку доставляя катер У Гомельской державного университета Мяфранциска Скарына и Сычуанский университет Подписали погоднение об установлении супрасовництва Об этом поведомили у посольстве Беларуси у КНР Так само досягнута домовленность об створении центра выучения Беларуси У Китайском университете Сегодня в Беларуси начался заключенный этап Республиканской олимпиады по волшебных предметах У Гомеля будут споборничать знавцы замежных мов У Мазары молодые историки А так само знавцы беларуской мовы и литературы Зудельниками олимпиады сустрылся Олег Сентюроу Сегодня день заезда и урочисты открытого Потом три дни напруженных с поборницей И в речи 30-го соковика закрытого и отремоняю зногород У гэты дни у Гомеля собралось больше 200 знавцев замежных мов Ставки саправды высокие Для 11-х классников диплом Гэтапасутности студентский билет Команда Гродинской области по испанской мове Подырыхтовку одновляя одразу после приезда из заселения Керовник Юлия Костоломова Наставник года 2017 У номинации замежная мова Профессионал в великой литре За також команду на олимпиаду по школьных предметах Яна привозит уже у девятый раз А тому доброведая, як можно пермахчи Хоть тут все буде залежить пеш за счет самих лучняв На кольке яна змогуть сконцентроваться И показать свои здольности Республиканская олимпиада Это особый уровень требований Особые подходы И без преувеличения можно сказать Что ребята, которые приезжают на заключительный этап Очень много времени посвящают предмету Они даже не учат, а скорее живут с этим предметом Потому что кроме школьных часов Это и дополнительное занятие в школе, конечно, и дома А прича непосредственно конкурсных споборниц У программы олимпиады Еще и насыщенная культурная программа Гомельский палацопарковый ансамбль Ветковский музей староверства и белорусских традиций Гомельский областный драматичный театр Удейникам олимпиады покажут самое лепшее и цикавое Что есть в регионе Но вот под час вольного часа им будет чем заняться Все лето для удейников олимпиады Организаторы подрактовали специальную фотозону Можно зарабить замок на память На фоне таких прыгожих кветок А можно на фоне бигборда С надписями «Я люблю Беларусь» Надпись даже сделана на всех пятимовых олимпиадах Английской, французской, немецкой, испанской и китайской У нас каждый год свыше 10 победителей Есть от 10 до 18 победителей Которые имеют блестящий результат от первого до третьего места Поэтому надеемся на то, чтобы в этом году показать такие же результаты Хорошие войти в тройку лидеров Республики Беларусь Олег Синчеров, Юрген Макеенко, телерадо «Компания Гомель» У школьников распорчались весновые каникулы У Гомельской области на протягу тыня будут працовать Коля 370 оздоровленных лагеров дзенного знаходжения Енергенизованы на базе установ середней и додатковой эдукации Так само спортивных школ Плануется, что уделы оздоровленных компаний Примыцем аль 9 с половой тысяч школьников Особливая увага у каникулярный период Детям сашмадетных и малозабеспеченных семья А так само тем, яке знаходятся на разных видах улику Программы знаходжения у лагерах Уключают множество мероприемств Волонтерские ранешники, познавальные экскурсии, кинопоходы Важный накерунок – профилактика детячего травматизма С этой метой отбудутся с устрешей с представниками ДАИ, МНС, Милиции Головная задача – зарабить отпочинок детей не только корыстным, а и безопасным Мы едины от начасового назвы и хэштег интернет-конкурсу Який у этой дни проводит пионерская организация Гомельской области И Смоленская областная организация Российского союза молоди Об его умовах и метах, а так само о перспективах международного супрацовництва Разважали сегодня на брифинге облаконками Суместный конкурс примеркованный до года Малой Радимы Дня яднания народу России и Беларуси Пляцовка – социальная сетка ВКонтакте Любы жадают, что можно зарегистровать свой удел у мероприемстве И разместить пост, який для устроя любого до Радимы Идея конкурса народилась после визиты у Смоленскую в область Мыта, Кабмолоть двух регионов, рассказала на сторонках социальных сеток Об своей Малой Радиме и любимых мястинах На сегодняшний день поступило свыше 50 заявок на удел Итоги конкурса будут подведены в социальных сетях Накануне будет объявлено голосование среди пяти наиболее популярных постов От детей Беларуси и пяти наиболее популярных постов Российской Федерации И в течение трех-четырех дней мы предложим всем участникам наших групп Голосовать за более понравившийся пост Переможцы конкурсу станут вядомы другого красавика Подчас мероприемства, присвеченных Дню Яднания Народа Беларуси и России В дни весновых каникул в Гомельске областный драматичный театр Запрашают на свои постановки юных глядачу С 27 по 31 сековика тут отбудутся спектакли для детей У рамках проекта у гостях указки Дарешина, гэтым тыдня артисты Аблдрамтеатра Чекают у своих стенах и глядач шоу взрослой категории 18+. Для их 30-го сековика пройдет премьера спектакля «Ваша сестра и полонница» Подробязность у Вероники Ворошилиной Спектакль «Ваша сестра и полонница» — это мистичная детективная история Про двух родностных душ, який при этом полная сопрецлеглости Одной сестры дадет на все, прихожусь молодость мужчинской обожани Другой у додаток до высокой посады особистая неладкованность и множество внутренних проблем На сцене разгорнется драматичная история любови и ненависти Простойности и учедозволенности человеча дзеноты и здрады Однако при этом она будет уасоблена за элементами комедии Гэта историчная драма, у якой нема докладных даты падзей А атмосфера минулой эпохи подтрымана яркими костюмами и декорациями Музычными и танцевальными партаями Перепятые лесу, голоные герои премьерного спектакля «Ваша сестра и полонница» Сдают с немало пытанью, яке допомогут глядачам разобраться у своих особистых почутях и жаданьях Постановка закликает задуматься об тем, что мацней каханять и гроши у лада И махчима отказать на отвечное пытание, у чим заключается шастя Театральная деяне мтнется дрымать публику на пружине на протягу усяго спектакля Замечательный советский режиссер Андрей Гончаров говорил, что спектакль должна быть телеграмма в зрительный зал Который попадает на обнаженный нерв общества Если есть такая вольтова дуга, которая возникает между публикой и сценой То тогда это интересно смотреть, то есть люди смотрят про то, когда про них Это напряженное действие, я полагаю, что будет держать внимание, так что приходите Дарыч на этом тыдне в Омельске областный драматичный театр запрашивает на свои спектакли и юных аматоров У дни весновых каникул с 27 по 31 сека века тут будут показаны постановки для детей В рамках проекта «У гостях у Казки» Юных глядашов ждет веселые и познавальные спектакли Лятучий корабель, краина покинутых цацок, пунцовенькая кветочка, «Не хочу быть собаком» и старомодные отсуды Приглашаем вас посетить нашу программу «У гостях у Казки» в течение недели Ребятам будут показаны самые интересные, самые лучшие сказки для разного школьного возраста Также готовится масса сюрпризов, ждем вас в нашем театре Межтым вельми насыщенная и текавая программа Гомельского областного драматичного театра «Ина красавик» С 19 по 21 красавика он проведе обменные гастроли за Орловским державным театром Для детей и молодей свободная простора У выкананья запрошенных артистов у гомельских глядашов Чакая семейная казка «Африка», комедия «Вяселые женки Виндзора» Романтичный мюзикл «Люди ла-манши», «Музычный детектив» «Пастка» 22 красавика на сцене «Аблдрамтеатра» Отбудется спектакль «Ирония каханья» и интимная комедия У постановцы будут заняты московские зорки театра и кино С этими и иншими цикавыми творчими проектами от «Аблдрамтеатра» Мы будем вас поступово знакомить Вероника Ворошилина, Василия Сепцов, телерадио «Кампания Гомель» Сегодня у Гомеля стартовал «Тыдень дитяши» и юнацкой книги Юным наведовальникам библиотекемя Герцена Пропоновали ознайомиться с выставой и репродукцией живописных полотнов Их головными героями стали дети, которые захопленно читают Далее юные читачи приняли удел у гульни, у якой они могли показать свои веды и кемливость У «Тыдень дитяши» и юнацкой книги – размова и про популярных литературных персонажей Самые любимые – Гары Поттер, Пеппи Долгая Панчоха, Мэры Поппинс, Малыши Карлсон При этом ведают сучасные дети и классику Мне нравится Пушкин, Толстой Мне нравится книга «Два Толстого» от детства Никиты Там мальчик, у него интересное детство Он жил, по-моему, в деревне, в частном доме И у него было много приключений Каждый день на протягу весновых каникул у дитяши в библиотеках Будут проходить презентации, интеллектуальные конкурсы, спектакли Завершается неделя детской книги, тоже традиционно, конкурсом ежегодным лучшие читатели детских книг Собираются лучшие читатели со всех городских библиотек, центральной библиотеки Они соревнуются в своем знании детской литературы То, что они прочитали за лето, они будут демонстрировать свои знания У Палацы Румянцевых и Паскевича открылась выстава «Викториянский книжный салон» Тут представлены 100 творов английских аутеров в оригинальных выданиях 19-го года Неколи усеяны выходили в княжецкую библиотеку Паскевича Викториянская эпоха – час правления королевы Виктории Перед в истории Великобритании, который протягался с 1837 по 1901 годы Это час бурного промыслового развития и мкливых изменений в политике и социальном укладе которые тягнули за собой непозбежные перемены в святопогляде людей Литература облегчила все супережности того часу З'являлись новые литературные жанры Незвычайную популярность отримал так званый социальный роман с ярко выявленной повышальной складающей В викториянскую эпоху детячая литература в первую очередь оформляется, как отособленный на керунок Выходят такие известные творы, как «Алеса Украины Цудов» и «В остров Скарбов» До того же, именно в этот период увидели свет детективные оповедания про Шерлока Холмса и мистические творы про привидов Активно развивается гумористичная проза и поэзия Дякуючую росту письменности насильництва В викторианскую эпоху усяг эта разностайная литературная продукция знаходить у дяшных читат-шоу Организаторы выставы сподяются, что представленные каштонные выдания будут цикавые и сёняшним поколением Здесь можно увидеть книги прославленных авторов таких как Оскар Уальд, Ридьярд Киплинг, Джером Клавка Джером Также расширить своё представление о том, кто же всё-таки писал и какие произведения писались в викторианскую эпоху Возможно, некоторые фамилии авторов менее известны у нас Но, тем не менее, они жили и творили в очень интересную эпоху И поэтому их произведения, думаю, привлекут внимание и наших посетителей Сегодня у католиков распространялся великий тыдень и сядьмица А после семь дней посту до Пасхи Самым важным лечится час великого четверга Святый Тридум Дни покут смерти и воскресенье Христа переживаются, как одна падея После набоженства у костюля святар не благословляя прихожан а запрашая прийти на наступный день и помолиться Благословение будет после урочиста святой им шип А час, в который будем святковать в воскресенье Тогда захочется урочистая лилюя и будем святковать И это будет уже конец этой падеи Поэтому пост до Великого четверга до вечера Тридум, Тридни, это особенный литургичный период После этого он начинается период пасхальный Который будет продолжаться 50 дней до урочистости с послания Святого Духа В субботу по традиции начинается освящение пасхальной ежи Куличо, творожных пасхов, фарбованных яйков В этом году воскресенье Христова католики сустрянуть на тыдень ранее православных Первого красавика И до инших тем Ты ведаешь ты, что такое электричный ток Тематичная викторина для школьников под такой назвой Прошла в середней школе 66 города Гомеля Организатором мероприемства стал филиал энергонагляд РУП Гомеленерго Подробностей с поборництва в сюжете Ганны Каральчук Одна из важнейших задач энергонадзора Работа по профилактике электротравматизма И особая роль здесь отводится встречам с детьми Как с наиболее уязвимой категорией Филиал энергоназор РУП Гомеленерго Давно сотрудничает с учреждениями образования Проводит беседы, помогает оформлять уголки электробезопасности Проводит конкурсы и единые дни электробезопасности для школьников Одним из таких профилактических мероприятий Стала викторина для пятиклассников под названием А знаешь ли ты, что такое электрический ток? Как показывает анализ детского травматизма по Гомельской области 70% травм дети получают именно в этом возрасте То есть это ужас, когда они еще не полностью владеют знаниями безопасного поведения с электроприборами Вблизи электрообъектов, энергообъектов и так далее Поэтому мы пытаемся настойчиво внушить в их сознание о том, что электрический ток Это не только благо, которое они получают при своей повседневной жизни Но это еще очень опасный фактор, с которым надо считаться и который надо уважать В викторине принимали участие ученики 66-й и 72-й школ центрального района Гомеля Ребята демонстрировали свои знания в шести турах Вначале отвечали на вопросы в длицопросе Затем решали загадки об электроприборах Потом в бой вступили капитаны А остальные члены команды активно поддерживали их вместе с залом Четвертый тур «Электрическая цепь» проверял скорость и сноровку Каждая команда должна была как можно быстрее создать длинную крепкую цепочку из шарфов После чего школьники также на скорость собирали пазлы Последний тур творческий Участники команды рисовали плакаты на тему электробезопасности В напряженной борьбе победу одержали ученики 66-й школы Многие из которых не первый год занимаются исследованиями в этой области Я делаю исследовательскую работу по электричеству Ток бежит по проводам Я там показывал провода, батарейку, соединял, показывал цепи, например, лампочки прикреплены на провода И к этому проверял, что проводит электричество, например, пластмасса – нет, грифель проводит, вода – вот и проводит По словам педагогов, таким мероприятием в школе рады не только дети, но и родители, которые также стали внимательнее относиться к правилам безопасности Поначалу было нам тяжело, потому что не все понимали, что от них требуется Но когда мы объяснили, что самое главное в этой жизни – это защита детей, защита жизни и здоровья детей Родители стали также нам помогать Дети, вы видели, все очень активные, очень дружелюбные И мало того, у нас есть команда Мы – команда И я считаю, что это самое важное Подведение итогов прошло в праздничной и веселой атмосфере А победители получили дипломы и информационные плакаты для оформления класса Анна Корольчук, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» ГТ и иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tivergomel.by Далее у эфиры де-факто и спортивный огляд А я с вами развитываюся, всего доброго и до встречи у эфиры Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич Здравствуйте Марихуана, гашиш, героин и амфетамин С таким набором наркотических средств в Жлобинском районе задержан гомельчанин Наркоделера остановили сотрудники милиции на трассе «Минц-Гомель» За рулем автомобиля BMW находился ранее несудимый мужчина Он подозревался в перевозке наркотиков из Москвы При проведении личного обыска подозрения правоохранителей подтвердились Были найдены изъяты два полимерных свертка с амфетамином и героином Один из них задержан и хранил при себе В салоне автомобиля также обнаружены свертки разного объема С гашишем, марихуаной и амфетамином Все наркотические вещества направлены на проведение экспертных исследований Что касается гомельчанин, то он задержан И в отношении его возбуждено уголовное дело по статье 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь Вчера ночью спасатели Жлобинского рай подразделения МЧС Выезжали по сообщению о пожаре гаража на улице Трудовой К приезду на место события пожарных горела кровля деревянного строения Чтобы добраться до очага возгорания спасателям пришлось применять спецсредства В скором времени пожар был ликвидирован, пострадавших нет В результате пожара огнем повреждена кровля, стены и имущество внутри гаража Причина пожара устанавливается Одна из рассматриваемых версий Причина возникновения пожара Нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств Авария на Советской в районе торгового центра «Карусель» Произошла по вине 18-летнего водителя автомобиля «Фольксваген Пассат» Проигнорировав красный сигнал светофора, он врезался в Мазду Столкновение с ней виновника ДТП отбросило на полосу встречного движения Там к числу пострадавших автомобилей добавилось еще три В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» Получил телесные повреждения и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы Несколько дней свободы и опять за решетку Ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения Беспричинно разгромил прилавки двух магазинов по улице Карповича И одного расположенного по проспекту Ленина Конфликтов хулиган не создавал от словесных комментариев Своего поведения воздержался Остановить мужчину вызвались прохожие Они позвонили в милицию А до приезда правоохранительных органов сопровождали тихого бунтаря Приехав же на ряд милиции, был задержан данный мужчина По статье 108 МК Республики Беларусь После чего было избрано мировое посещение в виде заключения под стражу Факт вопиющий, что только четыре дня, как он освободился из мест лишения свободы Вину, конечно, свою признают Хотя объясняют, что слабо это помнят, так как был пьян Таков обзор происшествий к этому часу Оставайтесь с нами и берегите себя Я Алексей Немкевич, благодарю за внимание До свидания Сборная Беларуси заняла третье место в медальном зачете чемпионата Европы по легкой атлетике В закрытом помещении среди спортсменов с нарушениями слуха Соревнования проходили в Гомеле На счету белорусов 13 наград Две золотые, четыре серебряные и семь бронзовых Гомельчане четыре раза поднимались на пьедестал почета домашнего чемпионата континента Роман Гралько выиграл золото в прыжках в высоту В этой же дисциплине занял второе место Александр Майстренко Также Александр показал третий результат в прыжках в длину Маргарита Гралько пополнила свою коллекцию наград бронзой в тройном прыжке Медальный зачет чемпионата Европы возглавила команда России На счету россиян 24 награды, 10 из них золотые На второй строчке сборная Украины 18 медалей, в том числе 5 высшей пробы В мини-футбольном чемпионате Беларуси сыгран 25-й тур Гомельская команда ВРЗ благодаря непростной выездной победе над столичным дорожником сохранила лидерство БЧ также укрепила свое турнирное положение На паркете домашнего спорткомплекса «Локомотив» Железнодорожники одолели столичную охрану «Динамо» Правда, хозяева изрядно пощекотали нервы своим болельщикам К перерыву гомельчане выигрывали 2-0 оба точных удара на счету Шиловского Во втором тайме железнодорожники продолжали контролировать ход матча Однако трансформировать игровое преимущество в цифры на табло не получалось Моментов хозяева создали много, но в сетку ворот соперника мяч упрямо не шел Как итог, в концовке победа чуть не уплыла из рук команды Алексея Попова За три минуты до финальной сирены «Динамовцы» заменили вратаря на пятого полевого И в первой же атаке реализовали численное преимущество Выстрел Лазюка гарантировал жаркую концовку К чести хозяев они сумели удержать победный для себя счет 2-1 в пользу БЧ Победа над охраной «Динамо» укрепила позиции БЧ в первой восьмерке И сейчас железнодорожники на шестой позиции Светлогорск в 25-м туре на выезде уступил «Динамо» БНТУ И располагается на 13-м месте Возглавляет турнирную таблицу ВРЗ Во время международной паузы, пока национальная команда Беларуси Под руководством Тома Жачатера проводила матчи отбора на Евро-2018 Игроки женской команды гонбольного клуба «Гомель» Встретились с воспитанницами «Гомельской» из дюшер номер 10 Кстати, это единственная в регионе спортшкола, специализирующаяся только на гонболе Юные спортсменки, привыкшие наблюдать за игрой профессионалов с трибун Получили возможность не только пообщаться, но и потренироваться с кумирами Руководил процессом тренер гонбольного клуба «Гомель» Александр Маджаров Кстати, руководство клуба внимательно следит за успехами юных гонболистов За ними будущая команда Вероятно, что в скором времени некоторые из этих девочек сменят майку с клубной символикой уже на игровую Дети должны чувствовать внимание со стороны команды высшего звена, скажем так Что они нам не безразличны, им уделяются внимание Это действительно так То есть налажено сотрудничество со всеми школами города «Гомеля» Пытаемся помогать чем это? Только возможно и турнирами всевозможными, и экипировкой, и инвентарем На этом пока все С новостями спорта вознакомил Максим Савин Оставайтесь на Беларусь 4 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин